Если ты ждал Трейлмейкерс, то с тебя лайкос, если ты еще не поставил его, конечно, и подписочка, если ты еще не подписан. Приветищи! Это Трейлмейкерс, и здесь мы сооружаем разные всякие с тобой штуки. В прошлой серии, как ты помнишь, мы все-таки спустились внутрь этого вулкана, из-за которого выходит солнце, и достали оттуда вот этот шикарнейший, просто огроменный, ну как огроменный, по сравнению со мной, он такой массипоусечка. Короче, это двигатель дракона. Реактивный двигатель, непростой. Давай же посмотрим, на что эти двигатели способны. Итак, вот мой первый прототипный самолет. Он, конечно, не совсем похож на самолет, но дело в том, что у меня еще не все запчасти собраны для того, чтобы изготовить самолет. Это, так сказать, собрано на коленках, поэтому не факт, что он полетит. А теперь давай обратим свое внимание на то, что же здесь есть. У нас здесь стоит двигатель дракона. Очень шустрый двигатель. Ну и, конечно же, конечно же, наши реактивные двигатели дракона, которые нам, собственно, должны помочь подняться в небо. Что ж, давай опустим наше корыто на землю. Вот так. Попробуем немножечко проехаться. Так, что-то я не понял. Подожди, подожди. Что-то я не в ту сторону еду. Фу-фу-фу, как надымил. Почему я еду не в ту сторону, скажите мне, пожалуйста. Как это вообще возможно? Так. Надо кое-что пересмотреть. А, ну теперь понятно. У меня колеса не в ту сторону смотрят. Вот, теперь все должно быть по фэншую. Проверяем. Ага, едем. Единственное, что у меня колеса от картинга. Поэтому по песку они гоняют не очень. И из-за этого, наверное, очень много пыли. Что ж. Вон там у нас есть небольшой обрыв. Я думаю, что если мы не полетим, то мы упадем с этого обрыва. Но если мы не упадем, то значит мы полетим. Делаю вид из кабины. Хотя нет, так стрёмно, так неинтересно. Вернем обычный. Значит. Все вроде поднимается, опускается. Все хорошо. Фух. Ну, с богом. Разгончик берем. Давай, двигатель драконий наш. Не подводи. Это что, максимальная скорость на этих, что ли, долбанных колесах маленьких? О-о-о-о, погоди, как... Нас заносит. Нас заносит в разные стороны. Черт подери. Капец. Стопай, 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 стопай. Надо поменять колеса, походу. Да. С такими колесами мы далеко не уедем. Мы даже разогнаться не можем нормально. Значит, эти колеса мы снимаем. Поставить сюда от бульдозера вот такие. Здоровый. Да не, это, конечно, вообще будет степ. Они очень тяжелые. 15 килограммов в одно колесо. Если вот это колесо карта 2 килограмма, нам нужно еще... О, узкое колесо. Нет, мы на нем тоже нормально не уедем. Колесо внедорожника. 10 килограмм. Шипастое колесо. Ну вот, давай шипастое. Тоже 10 килограмм оно. Так, ну-ка. О, ну посмотри, сразу другое дело. Отлично. К взлету готов. На старт. Внимание. Фли. Помчали. Надеюсь, мы сейчас полетим. Опачки, полетели. Кажется, летим. Летим. Двиглы, давайте, спасайте нас. Что-то... Что-то как-то не так все пошло. Все не по плану. Черт подери. Но мы же вначале летели. Ну, не совсем летели. Мы парили. И знаешь что? Что-то мне кажется, что вот эти двигатели дракона, они какие-то... Не очень эффективны. Ну-ка. Давай остановимся. И просто врубим наши реактивные двигатели. О-о-о. 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 Ну, что я тебе могу сказать? Слабенько. Очень слабенько. Ладно, давай еще разок попробуем. Так. И что-то нифига мы не летим. Вообще нифига не летим. Об стенку убились. Шикарно. Ну, как же нам, ну, как же нам подняться в воздух? Ах, мне летать, а мне летать. А может быть нам эти двигатели вперед затолкать? Слушай. Точно. Давай мы эти двигатели перенесем наперед. Или не наперед, а вот сюда поставим их. Как на Боингах. Знаешь, в крыльях стоят двигатели. Вот так. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, видишь, двигатели слишком наклоняют машину вперед. Что не очень правильно. Теперь у нас вот такой размах крыльев. Но это, по идее, нас должно как-то в воздухе удержать. Нам с тобой нужно хотя бы просто элементарно парить в небе, а не падать в воду. Так, не подключая реактивные двигатели, разгоняемся. О, ты посмотри, мы уже почти взлетаем. Мы вроде как летим. Летим! Летим? Нет. Ёшки-матрешки, двигатели! Ну, что-то, что-то уже получается. Нужно двигатели поднабавить. Давай мы поставим вот еще на эти хвосты. Капец. Ну вот, как-то так выглядит теперь наш самолет. Чудо-самолет. Набираем разгон. И полетели, полетели мы в закат. Ну-ка. Черт подери, не получается выровнять машину. Когда подключаются эти двигатели, мы их стремительно несемся вниз. Это нечестно. Еще попыточка. Двигатели. И вот хоть ты убейся. Нас разворачивает. Это кто там за рыбы такие огромные плавают? Киты, что ли? Обалдеть, я их раньше здесь не замечал. Эй, китяли. Китюльки. Я хочу к ним поближе поплыть. Киты. Здорово, братюни. Блин, обалдеть. Как дела? Как вы? Вы же меня не схаваете? Похоже, если честно, на акулу. Но не совсем акула. Кстати, я же могу делать вот так. Ты только посмотри, какие я крутые штуки могу творить. Я как дельфин. Только механический. Вот так вот вылетаем. Хопочки, сальтуха. Шикардос, да? А, ну да, тут вот даже написано, что мощность этих двигателей 300 лошадиных сил. К сравнению, вот эти двигатели, которые перегреваются, они имеют 750 лошадиных сил. Это почти в два раза мощнее, чем драконьи двигатели. Вот, значит, мы поставили драконьи двигатели. Давай посмотрим, что из этого выйдет. О, мы еле-еле даже поднимаемся в небо. Хотя летим очень так классно. Блин, нифига себе. А, кстати, неплохо, я тебе могу сказать. Очень даже неплохо. Я бы даже сказал, бомбезно. Ну ладно, хватит летать. Давай уже присядем и начнем доставать металлолом. Я думаю, что нам... Ой, сломали немножечко. Ну и ничего. Давай начнем с труднодоступных обломков. Вот этот вот обломок среди лавы. Мы сейчас туда залетим, наверное, на вертолете. Где наш вертолетик? Ну что, полетели? О, блин, я немножечко управление забыл тут поменять. У нас сгорело к чертям колесо. Ах, Юстин, мы потерпели крушение. Десантируюсь. Есть, мы выжили. Слава богу. Электромагнит в этот раз я прикрепил сзади. Так что подъезжаем. Цепляем. Давай. Есть. Контакт. И, в принципе, можно взлетать, вывозить его. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то пошло не по плану. О, мой гарбл. Выпрыгиваем. У-у-у. Видимо, этот обломок очень тяжелый. И он перевесил нашу жопу. Ладно, хорошо. Возвращаемся к традиционному методу. Слушай, может, нам здесь поможет не вертолет, а подушка? Здесь, в принципе, подъем не такой уж и большой. Я бы на подушку был согласен. Подушка, подружка. И, блин, мы опять полетели не туда, куда нужно. Черт возьми. Ну, что ж такое-то? Что за дела? Ай, вертушечки мои, вертушечки. Ну, лети ты. Что-то я вообще не туда лечу. Куда угодно, но только не сюда. Короче, делаем подушки. Итак, подушка... Ну, самая элементарная подушка у нас готова. В предыдущих сериях у нас возникли с ними проблемы. Дело в том, что мы не могли маневрировать на них. То есть управлять. Я залепил сюда сервопривод. Вот эта вот штука, которая крутится у нас в разные стороны. И прицепил на нее реактивный двигатель дракона. И, по идее, подушечка теперь наша должна нормально управляться. Но это не точно. И нам сейчас это предстоит проверить. Теперь мы съезжаем тихонечко на лаву. Блин, это было не предусмотрено моим планом. Давай двигатель. Ой! Ой! Че-то пошло не так. О май гербл, мы ломаемся. Двигатель! Спасите нас. Я хотел спастись, но это было поздно. Капец, как этой подушкой можно управлять вообще. Оу! Воу-воу-воу! Стопай, 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 стопай. Че-то пошло. Как-то вообще мы провалились под лаву. Как-то вообще возможно. Ей, зацеп. Попыточка номер два. Нам надо очень аккуратненько съехать отсюда. Прям капец, как аккуратненько. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не падаем. Не падаем. Отлично. Нас перекосило, правда? А-а-а! Металлолом размещен заново. Короче, он сгорел. Я понял. Я понял-понял-понял. Вот, значит. Вот такая вот штука. Не знаю, как ее назвать. Пиши свои думыслы в комментариях. Похоже на какого-то паука с реактивными двигателями. Врубаем магнит. Все, зацепили. Ну, а теперь просто взлетаем. Есть контакт! Мы летим, летим, летим! Вон, вон на тот. Вон на тот дрон, давай. Осталось только грамотно приземлиться. Черт, меня опять перевесило. Мы сейчас разобьемся. Мы сейчас разобьемся. Ну, что такое вот? Да уж. Итак, мы с тобой разбились. Но обломок остался где-то здесь. Где-то здесь. И вон он. Вон он, где наш обломочек спятался. Значит, выпрыгиваем. Давай, физика! Где ты, физика, когда ты нам нужна? Тот же горочка. Он, по идее, должен скатиться просто. Ну, что за фигня? Что за лопа? Сейчас заедем сюда, заберем его. Опа! Главное, теперь не навернуться. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Мы выжили! Мы выжили! Слава богу! Осталось только перевернуться. Ну вот! Это все было ради чего? Ради обычной сиденьки карта. Ух! Приземлились! Слава богу! Короче, вот оно, модульное крыло. Очень здоровенное. А где здесь? А, вон он, ближайший дрон. Блинский, ну как его катить? Я думаю, что есть один у нас тут транспорт. Называется тяжелый грузовик. Что ж, давай его построим. Вот такой вот красавец. Он, конечно, маловат. Но у него есть вот эта штука. Под этой штукой я подразумеваю кран. Который не слишком велик, чтобы в принципе увести вот эту фигулину. Обалдеть. Че, ее толкать, что ли? Так, погоди. А может быть мы тогда вместо этого... Ээээ, стой, стой, стой. Куда ты покатился? Красавчик мой. Ну ладно, катись. Даю добро. Я вместе с тобой покачусь. Вертухан навернули. Так. Преграждаем ему путь. Вот таким вот макаром. Надеюсь, он через нас не прилетит. Нет, стоп, 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 стоп. Стоим здесь. Нам нужен монстр трак. Вот так вот. Монстр трак нас выручит. Он достаточно мощный. И в принципе должен дотянуть этот огроменный металлолом. Значит, пробуем его зацепить. Фига себе. Даже монстр траку это не под силу. Хотя вроде что-то тащится, но... Очень-очень. Очень-очень плохо. Так, хорошо. Если мы к мон... Бррр, подожди. Если мы к монстр траку приделаем другие двигатели. Например, двигатели дракона. Посмотри, сколько их здесь вмещается. А, ну вмещается они здесь много. Но энергетических блоков у меня недостаточно. Что ж, давай проверим. На что способны эти блоки? У-у-у! Как резво-то. Ну-ка. Вашпи, как нифиг делать. Давай-давай-давай. Тащи эту здоровяку. Кайфово. Вот это я понимаю, монстр трак. Похоже, конечно, это на муравья сейчас. Почти. Почти доехали. Прыгаем вот сюда. Ух. Блинский. У нас отлетел магнит. Но ничего, это не страшно. Снова зацепились. И катим нашу малышку сюда. Еще чуть-чуть. И у нас будет огромное модульное крыло. Зашибенно. Огромное модульное крыло. Только оно нам, в принципе, сейчас незачем. Потому что мы до сих пор не можем делать самолет без кое-каких запчастей. Я пока еще сам не знаю каких, но... Это что, колесо для дрэк-рейсинга? Давай его тоже оттащим сюда. Знаете, пожалуйста. Смотри, у нас здесь есть еще одна часть карты, которую мы не раскрыли. Это вот это вот. Предлагаю слетать сюда и посмотреть, что же там. Вот она. Вот она, эта часть острова. Которую мы еще не смотрели. Обалдеть. Ты посмотри, какой там обломок здоровенный. Очешуять можно. Интересно, что это за обломок. И для чего он нужен. Так, приземляемся. Здесь взлетная трасса какая-то. Точнее, взлетная полоса. Выпрыгиваем. Фух, не разбились. А где мой этот дрон? А дрон... Смотри, он сам полетел куда-то. Ой, ладно. Пускай летает. Короче, мне кажется, что здесь что-то для самолета должно быть. Ну, тут прям видно, что это полоса взлетная. Давай возьмем наш шикарнейший Феррари. Поехали. Что это? Что это? Какое-нибудь крыло. Я не знаю, что. Капот? Капот? Капот для самолета? Но это больше похоже на кабину, а не на капот. Сейчас мы эту штуку дотащим при помощи нашего мощнейшего монстр-трака. Давай, пупсик. Пришло твое время. Значит, цепляемся. Вот так. Врубаем последнюю скорость и просто его заталкиваем. Так, что-то мы поехали. Ой-ой-ой. Как нас колбасит. Надо перезацепиться. А еще тут мешают деревья. Давай задним ходом. Я знаю, что ты можешь, пупсик. Но только не в это дерево. Ну, пленский. Вот, вот так вот. Давай-давай-давай, пупсик. Ну же, ну не в дерево. Что ты будешь делать-то, а? Короче, не могу что-то его физически затолкать. Он очень тяжелый. А вот так вот могу потихонечку. Магнит, правда, потерял. Но ничего. Сейчас мы его наверх затолкаем, и оттуда уже будет проще. Давай-давай. Все, поломались окончательно. Пошло-пошло-пошло. Поехало. Поехало как надо. Все. Разворот, правда, большой у нас получился. Вот так вот сделаем. И теперь вперед. Вперед-вперед-вперед. Ну! Черт возьми. Чуть-чуть же осталось. Что закапризничали? Просто вот так вот его сейчас затолкаем без всяких магнитов. Вот и капот у нас есть. Только не понимаю, почему это капот, если это кабина, блин. Кабина самолета. Тут вообще, на самом деле, очень много блоков. Прям капец как. Сейчас их нужно все пособирать. Посмотри, он по лесу смотришь, и вон блок, вон блок. Угловая труба. Это здорово. Космический корабль у нас завершен. Здесь 4%. Вот еще одна труба. Кстати, как насчет того, чтобы сделать несколько магнитов, чтобы я сразу мог увозить по 2 или по 3 обломка? Так. Так. И вот так. Значит, вот этот у нас будет к крайнему. Ну ладно, в центре. В центре, так в центре. Вот этот у нас будет с краю. Ага. А этот у нас будет справа. И все. У меня прям тут какая-то мусороводка, а не монстр трак. Так, значит, сдаем все эти куски. Здесь в основном трубы. Такое ощущение, что я сейчас сантехникой займусь. А не строительством всяких машин. Смотри, смотри, тачку засасывает в дрон. Ешкина. Ха. Вот это да. Усо. Остров зачищен. И космический корабль у нас завершен на 82%. Мы почти его весь собрали. Оказывается, эти трубы тоже нужны были для того, чтобы собрать этот корабль. У нас тут есть одно оружие. Называется маленькая пушка. Вот ее-то мы сейчас и заберем. Доезжаем мы до нее, конечно, на монстр траки. А потом мы будем ее, наверное, забирать на тяжелом грузовике. Грузить, точнее, будем. О, она пушка. Там размерчик как раз под грузовик. Так что проблем с этим блоком не должно возникнуть. Ну, хотя, как тебе сказать, размерчик тут, конечно, внушительный. С грузовиком я погорячился. Придется опять все тащить монстр траком. Ладно. Все, нам не привыкать. Поехали, попсик. Подломал все магниты. Быстро, 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 ловим его. Останавливайтесь, пожалуйста. Ей, зацепили. Вот и все, поехали. Ей, почти дотащили. Чуть-чуть осталось. И что-то мы как-то не въезж... Сейчас, нафиг, в дерево еще. Вот, черт, перевернулись. Ну, почти вот, доехали и перевернулись. Ну, как так вот. Ну, как это называется. Давай, сейчас мы тебя задом затащим, наверное. Наверное, затащим. Ей, 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 ей. У нас теперь есть маленькая пушка. Ну, судя по металлолому, я бы не сказал, что она маленькая. Черт, меня опять чуть в дрон не засосало. Что ж, давай посмотрим, на что эта пушечка способна. Вот она. Ну, кстати, да. Ты видел, какой кусок металла был? А посмотри на эту маленькую пушечку. Это, конечно, капец. Смешно. Значит, поставим ее вот сюда. Ставим вот так вот напротив дерева. И пуляем. One, two, three! Ммм, какая-то инопланетная пукалка. Да, вот. Я тут видел где-то пчелу. Пойдем попробуем с этой пушки подстрелить эту пчелу. Я тут пушечку подкорректировал, чтобы мы могли регулировать высоту выстрелов. Все, 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 стоп. Ну, и вот, как мы видим, мы попадаем ровно к пчелу. Хотя нет, вот надо чуть длина, что вот так вот. Сейчас мы попадаем ровно в пчелу. В ее мед. И что-то как-то нифига. Не, нифига не работает. Короче, пушки здесь, видимо, нужны больше для ПВП. Ну, то есть, против игроков. Ну, это как-нибудь потом. А сейчас мы достанем с тобой простой хвостовой плавник. Давай, плавничок, иди ко мне. Вот так вот, поехали. Я думаю, он нам должен помочь как-то с самолетами. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Ой-ой-ой, как у меня там магнитом плохо. Довести бы еще бы эту глыбу. А ну, кыш! Опа! Видал? Я к пчеле подъехал. Она просто взяла и скинула эти... Осколки. Короче. Ладно, давай сейчас плавник сдадим. Короче, получается, что нужно просто проехаться за этой пчелой. И она скинет тебе монетки. Вон оно как, оказывается. Я думал, их нужно или подстреливать, или убивать, или просто поймать. Все оказалось намного проще, чем я думал. Фиг с ними, с этими монеточками. Теперь нам нужно найти с тобой пропеллер. Пропеллер нам нужен и для вертолета, и для самолета. Но, так как мы собираем сегодня самолет, нам нужен в первую очередь для него. Давай посмотрим, где у нас есть пропеллер. Короче, я не знаю, где этот пропеллер. Смотри. Облетел еще эти три точки. Щит, щит, щит. А где же пропеллер? Какой-то один щит полный. Короче. Пиши в комментариях, где может быть пропеллер. Потому что я все здесь проверил. Может быть, есть какие-нибудь еще островка, о которых я не знаю. Хотя вот, вот этот вот островок. Значит, в следующей серии мы полетим туда. На этом все. Тебе спасибо за просмотр. Не забывай ставить лайкос. И подписываться на канал, если ты еще не подписан. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok